Партнер программы – тренинговый центр сексуальной культуры «Секс.Про». Групповые и индивидуальные занятия по техникам любви. Благодарим за создание интерьера единственную в городе интерьерную лавку. Только в мега-центре «Горизонт». Телефон 272-51-30. Добрый день. С вами Екатерина Помазанова и ток-шоу «Искусство любить». Тема нашей сегодняшней передачи – брак, гармония или печать. Каждый день заключаются браки, создаются семьи. Однако семейное счастье не выдается во дворце бракосочетания. Для того, чтобы вступить в брак, достаточно быть возрастом 18+. Однако никто не спрашивает о психологической зрелости, о зрелости, когда молодые люди готовы к семейной жизни, готовы к тем сложностям, которые их могут ожидать, готовы воспитывать детей и содержать свою семью. Сегодня у нас с вами в гостях писатель, актер, самый гибкий человек планеты, рекордсмен книги рекордов Гиннеса, личный тренер Мадонны, Дэми Мур и Памелла Андерсон, автор семинаров по личностному росту Муктар Гусенгаджиев. Я сейчас рисовать не могу здесь. Попробую так показать. Вот точка, она и он. Знаете, какой бывает случай чаще всего? Вот они, они. Значит, он идет сюда, и она идет сюда. Какое-то время они сближаются, сближаются. Но они не учли конечную точку, ведь они шли. Он идет туда, она идет туда. И жили лет пять, жили, жили, здесь была. Вообще пик бывает один момент, да? Хорошо, комфортно. Потом что-то хуже, хуже, хуже. Оказывается, изначально не посмотрели, что. Познакомившись, надо смотреть на конечную точку прибытия. А точка прибытия соприкасалась с твоей, но потом расходилась. И твоя соприкасалась, но расходилась. Икс получился. Поэтому лучше, когда вот, конечная точка. Вы будете всю жизнь сближаться и сближаться, и станете одним целым. Помните, когда старик умирает, и второй через месяц-два умирает? Они стали одним целым. Вот к этому надо идти. Вы всю жизнь должны сближаться. Вот так. Потому что вы вычислили конечную точку его и моя. Как это вычислить? Сейчас скажу. Посмотри целый день за ним. Что он делает? О чем мыслит? О чем мечтает? К чему стремится? Что изучает? И ты четко поймешь, где его конечная точка. Кем он будет через 10-20 лет? Но ведь человек может поменяться. А вот давайте так. Если человек изначально вот такой, знаете, пиво все это там, заткнись, вот такой, да? Как он поменяется? Он даже не признает, он ни на семинар не пойдет, он никого читать книги не будет. Как можно спокойно за него выйти замуж? Вы знаете, что впереди? Ну, за такого, да. А выходит? Выходит за таких. Я видел, на пляж приду, на пляж, да? При людях, при людях, столько людей, муж с женой, то, что матом еще ладно, ну, хотя это не ладно. Там дети, все, и он, ты, коза, встань, иди, принеси. И как, за кого ты выходила? А что, он был интеллектуалом до этого, когда ты выходил? Если он сейчас так разговаривает, естественно, когда выходила замуж, он был уже таким. Не может такого быть, что он стал быдлом, будучи когда-то интеллектуалом, да? Интеллект, интеллигенции, интеллигентов. Но не бывает такого, обратного пути не бывает. Поэтому, раз она уже выбрала себе такого, меня поражает компания студентов. Ладно, где-то там, в деревне, Таганка, Москва, Центр, куда еще Центрея? Я как-то вот иногда остановлюсь просто, там такое место есть, около метро, где скамейки, и часто молодежь бывает, студенты, Центр, Москвы, толпа вот, да, сигареты, там все это. Девушка сидит, парень, без надобности, просто обращается матом, просто матом прям. Расговаривает на нем. Я, если был бы девушкой, да, я никогда не позволил бы мужчине со мной так спокойно общаться матом. Я должна признать себя быдлом, только потом общаться. Значит, она уже признала себя быдлом. Многие женщины, сейчас вообще у нас дефицит мужчины, многие женщины вообще боятся потерять их, хоть какой, но свой, хоть какой, но свой. Ну как так можно? Отец моих детей и так далее. Амар Хаэм же сказал, я складно не смогу, дословно, просто смысл донесу. Чем с кем попало, лучше один. Вот смысл был. Лучше кушать, лучше быть голодным, чем кушать, что попало. И лучше быть одним, чем с кем попало. Вот. Моя школа. Спасибо. Лучше, да, это действительно лучше. Но опять-таки, а что делать тогда, видишь, без детей, без семьи оставаться? Да, потому что вот многие девушки, они достигнув 30 лет, они уже просто настолько избирательны к мужчинам. Вот приходят ко мне на консультацию, они просто не могут себе найти. И тот им не такой, и тот им не такой. И, в общем, что посоветуете таким девушкам? Вся проблема, вот проблема в чем? Вот смотрите, за 10-11 лет в школе так вдалбливать ненависть к учебе, что человек потом, ура, наконец-то эти противные книги в руки не возьму. Свобода? Да. Почему это происходит? Почему школа не учит их наоборот, чтобы он прям... Хотел этих знаний. Почему наоборот происходит? Почему звонок на перемену, это ура, а вот звонок на урок, это не ура. Почему? 11 лет это продолжается. Почему потом еще 5 лет это продолжается в университете, институте? Почему? Потому что специально, это я считаю специально, невыгодно школа, на которой будет ура, сегодня мы учимся. Если скажут, завтра у нас света нет, мы не учимся. Ура! Все прыгают. Не любят, значит, они это. Значит, 11 лет они делают то, что не любят. Значит, доносят неправильно. Вот где корень, потом будут разводы. Вот откуда идет. Так а девушкам что делать? Знаете, я что считаю? Надеяться на социум, надеяться на образование, надеяться на... Это неправильно. Я давно это понял, поэтому у меня все прекрасно в жизни. Джабриил, скажите, пожалуйста, а как по вашему мнению, вот вы ученик и последователь Мухтара, да? Вот если человек шел к какой-то цели, но придя к этой цели, он не удовлетворен ею, что ему делать? Ну, я долго слушал всех, когда мне говорили, что надо так жить, что так надо. Ну, надо делать детей, надо жениться. Это кто говорил? Ну, в основном близкие люди, это родственники, которые самые далекие. Старшие. Старшие. Постоянно навязывали. Я тогда не думал, что такое слово «надо». Я только сейчас понял, слово «надо» — это значит не для тебя. «Надо» — это значит, кому-то надо. «Хочу» должно быть. Кому надо. Меня не спрашивали, хочу ли я этого, да. И я задумался, почему «надо». Ну, значит, раз старшие говорят, надо так делать. И я тогда был недальновидным, не посмотрел на их результаты, как они живут, к чему они пришли, потому что они сами не удовлетворены в своей жизни. Я долго так жил, и это все накапливается, это нервы. Мои нервы отдаются на близких мне людях, на детей. Я ничего не мог с собой сделать. То есть вам было некомфортно в этом состоянии? Было некомфортно, потому что все идет не так, все идет негармонично. Я еще не созрел. То есть не по вашему пути? Да. Не так, как я хотел, не так, как я видел. Я не хотел. Я люблю детей, но было еще совсем рано. Мне было 21 год, когда у меня появились дети. И я как бы еще не стал с мужчиной, не знал, как их воспитывать. Ну, 21 год вообще не понимаешь, что с ними делать? Да. Еще сам вроде как ребенок. Вот. И я не знал, как выйти из этой ситуации. Я не знал, что делать. Я начал читать книги. Я прочитал книгу Мухтара «Вверх по наклону». И там я увидел ответы, что надо развиваться. Но мне было тяжело развиваться, потому что мне надо кормить семью. Когда мне сказали, что когда дети будут, будет работа, все у тебя будет хорошо, мне сказали. Но когда дети появились, все, кто мне это советовал, они потерялись. Я говорю, где помощь? Что мне делать? То есть они обещали помогать, да? Они сказали, они мне сказали, все будет там. Мы с тобой, мы с тобой. Да, мы с тобой там. Так, завалировали, замазали все это, туман, пустили. Не бойся, женись. Да. И когда уже появились дети, я уже... Уже недоразвитие. Да, уже не знаю, что делать. Дети, это, конечно, уже... Ты не то, что обязан, ты должен. Это твои дети, ты за них ответственен, ты их создал. Вот. И я не знал, как выйти из этой ситуации. Я хотел развиваться. Я когда покупал книги Оша, мои родственники, потому что они с религией противоречат, эти книги, они просто их выбрасывали. Были скандалы, что я читаю книги Оша. Прятался и читал? Да. На гитаре это вообще... Играть... Я любил играть на гитаре. Нельзя, потому что музыка по религии запрещена. Танцевать запрещено. Все хорошее запрещено, только плохо. Петь, танцевать, в общем, это запрещено. Плакать, пожалуйста, жаловаться. Ну, и... На бедах делается весь бизнес, наверное, да? На бедах делается бизнес, поэтому нужен несчастный человек. Да, и дальше я должен был работать на... На всех. В общем, я должен был кидаться с работы на работу, потому что я не успел формироваться, не успел себе ни карьеру сделать, ничего абсолютно. И как бы такое... Мне приходится получить... Чтобы прокормить семью, с работы на работу бросаться и вот так. После того, как я начал читать книги, я начал находить ответы. И я не знаю, как так получилось, я начал писать Мухтару, спрашивать у него советы. И он мне посоветовал, как бы ни было, забрать семью и жить. Я, говорит, ел бы сухой хлеб, и пил бы просто воду, но жил бы отдельно со своей семьей, и развивался бы. И в итоге так получилось, что Мухтар забрал меня... Ученики. Ученики, да. Решил помочь. Вот. И теперь я как бы развиваюсь и помогаю своим детям. Если... Лучший отец, это который не со своими детьми. Потому что, если я буду сейчас находиться со своими детьми, такой неразвитый... В данный момент. В данный момент, да. В принципе. Касаемо именно вас. Вот. Если я буду сейчас находиться с детьми, я их жизнь испорчу, не дам им развиваться. Я им не смогу передать ничего абсолютно. Передам такого быдла, как я, в общем, да. И если... А сейчас, если я буду развиваться, я смогу их также воспитать, могу показать меры. Ну, в принципе, если бы вы уже были развитым человеком, да, то тогда, наверное, общение с детьми более плотное, да, оно бы шло им на пользу. Да. Нежели когда вы были... Потому что дети подражают родителям. Я тоже подражал своему отцу, но результат у него не такой, который меня удовлетворяет. Поэтому я дальше не стал идти. И последовал Мухтару. То есть, если мы пришли в тупик, да, нужно остановиться и поменять свой вектор. Да. Правильно я понимаю? Да. Хорошо. Спасибо большое. Скажите, Мухтар, вы снялись более чем в 40 фильмах. Играли ли вы когда-нибудь роль семьянина? И как вы чувствовали себя в этой роли? Играл. Такая есть мыльная опера, наши соседи называются. Играл такого очень-очень такого семейного семьянина аж до костей. И, ну, трагическая там ситуация. Мы потерялись с женой, землетрясение, все такое. Мы встретились через 16 лет. Там целая история. Она уже замужем за другого. Я ее люблю. Сын там, все. Было такое. Вам понравилось? Нормально. Обычно я играю либо мафиозника, главу какой-то банды, либо олигарх. Вот стандарт. И это была, наверное, единственная роль, где я играл семьянина. То есть одна роль из 40? Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Дорогие мои, вступайте в официальные отношения только когда достигнете психологической зрелости. И никогда не вступайте в брак в угоду своим близким. Живите счастливо и с удовольствием. С вами была Екатерина Помазанова и ток-шоу «Искусство любить». Мы скоро с вами увидимся. Партнер программы тренинговый центр сексуальной культуры «Секс.Про». Групповые и индивидуальные занятия по техникам любви. Редактор субтитров А.Семкин